МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На вопросы ответит проректор по образовательной деятельности КФУ, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой общей физики, главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории квантовых жидкостей и квантовые газы Дмитрий Альбертович Таюрский. Здравствуйте, Дмитрий Альбертович. Здравствуйте. Первый вопрос, который нас интересует, не могли бы вы рассказать о специальности инноватика? Что это направление из себя представляет? Направление инноватика в нашей стране появилось примерно чуть больше 20 лет назад и относится к так называемой крупненной группе специальностей направления под номером 27 управления в технических системах. Сегодня слово инноватика, инновационный, можно слышать на каждом углу, но мало кто реально отдает себе смысл, когда произносят это слово. Глубокое содержание самого слова инноватика, инновация, это и есть внедрение чего-то нового. Но что означает новое? Новое может быть платье, может быть новая одежда, обувь, новая еда. Мы же понимаем здесь, чему мы учим студентов, это реально новые идеи, которые могут перевернуть научные исследования, могут перевернуть индустрию, могут перевернуть нашу жизнь с точки зрения технологического уклада. Профиль, по которому мы обучаем наших студентов в Казанском федеральном университете, называется управление проектами и инновациями в сфере высоких технологий. Это достаточно интересное направление. И связано, прежде всего, с тем, что сегодня то место в деятельности человека, которое связано с высокими технологиями, оно является реально мультидисциплинарным, междисциплинарным. Для того, чтобы быть успешным в сфере бизнеса высоких технологий, нужно иметь хорошее образование в области естественных наук, физика, математика, биологии, химии, медицины. Нужно иметь достаточно хорошее экономическое образование, чтобы понимать маркетинг, понимать те экономические законы, по которым развивается страна и весь мир. Нужно иметь хорошие навыки интерпренерства, чтобы вести свой бизнес в форме малых предприятий, каких-то стартапов и так далее. То есть, это есть, я бы сказал, такой синтез множества компетенций, которыми должны обладать наши выпускники, с тем, чтобы стать успешными в этой жизни. Поэтому мы никогда не ограничиваем наших студентов в выборе темы магистрской диссертации. Это может быть какая-то работа в сфере цифровых технологий, это может быть какой-то прорыв в маркетинге, это может быть проект достаточно хороший в области квантовых технологий, биотехнологий и так далее. То, что сегодня называется конвергентными технологиями, это био, нанотехнологии, это все входит в сферу изучения, в сферу изучения, в сферу того, чему мы обучаем наших студентов на направлении по программе, которая принадлежит к направлению инноватика. Здесь можно привести один пример, который я очень часто студентам привожу. Несмотря на то, что направление инноватика возникло в Российской Федерации достаточно давно, более 20 лет назад, в Казанском университете реализация программы началась не так давно, насчитывает историю чуть более, около 10 лет, когда университет получил статус федерального университета. До этого я и мои коллеги тесно работали с одной французской высшей школы, инженерной школы, расположенной в городе Лиман. И в рамках программы двойных дипломов мы реализовывали программу, подобную тому, чему сейчас мы реализуем по направлению инноватика. Я привожу всегда этот пример. Совместно с французскими студентами в конце 90-х, начале 2000-х годов, был реализован очень интересный проект. Была поставлена достаточно амбициозная задача. Сделать, собрать, построить, как угодно можно назвать, яхту и совершить кругосветное путешествие. При этом, надо было, нельзя, точнее, было использовать ни один материал, который существовал. Нужно было использовать действительно инновационное решение по навигации, по оснащению яхты и в конце концов завершить этот проект. Этот проект выполнялся несколькими поколениями студентов. Я не скажу, что 1, 2, 3, даже 5 студентов выполнили этот проект за один год. Нет, это было на протяжении 7-8 лет. Но студенты, во-первых, сами рассчитали и создали чертежи для яхты, которая была способна выдержать нагрузки, которые возникают при кругосветном путешествии. Далее, поскольку была задача поставлена не использовать существующие материалы, студенты сами придумали, синтезировали и в достаточных количествах выпустили некоторый полимер, несколько сортов полимера, из которых был сделан корпус яхты. Далее, они синтезировали новую ткань, которая пошла на оснащение паруса и так далее. И в итоге этот проект завершился успехом. Да, действительно, кругосветное путешествие в команде с опытными мореплавателями было совершено. Вот это пример той работы, вот я всегда привожу этот пример, как пример того, что задача, которая ставится, она может иметь совершенно нетривиальное решение. Конечно, можно было пойти по пути, взять чертежи, которые существуют, взять материалы, которые существуют, но что при этом оказалось? Оказалось, что когда эта яхта строилась, те полимеры, которые использовались при строительстве этой новой яхты, они получили достаточно широкое распространение в Европе, и сегодня есть несколько малых компаний, которые производят эти полимеры уже для совершенно других нужд. То же самое касается и некоторых механических особенностей. Например, была придумана специальная система гашения колебаний, которые возникают у яхты при большой качке, и эта система гашения сегодня используется при производстве, например, обуви, для того, чтобы каблуки, особенно у представителей прекрасного пола, не вызывали тех больших ударов, которые они вызывают, когда на каблуках девушки красиво идут по асфальту, по мраморному полу и так далее. Это большая нагрузка. Вот есть специальная система гашения этих ударов, которые естественным образом возникают, но они уже не передаются по костям в позвоночник и так далее. Вот такой пример. Для меня инновация, это, наверное, то, что сделал в своей жизни Эйнштейн. Это есть абсолютно иррациональное решение, которое в голову приходит не по пути какого-то рационального исследования, логического построения, а возникает из того, что человек пытается решить задачу, при этом он ограничивает рамки своего мышления. Не ограничивает, точнее, рамки своего мышления, он снимает все эти рамки. Ну, давайте возьмем пример Эйнштейна. Всем известно, что в конце 19-го, начале 20-го века была проблема с объяснением такого явления, свет, распространение света, скорость света. Никто не мог объяснить. Выдающиеся умы физики, выдающиеся умы мира, физики бились над тем, чтобы объяснить, а почему скорость света всегда постоянно, почему она не складывается. Как мы привыкли, что скорость поезда складывается со скоростью движения пассажира, который идет вдоль вагона или обратно. А вот скорость света ни с чем не складывается, она всегда постоянно. Пытались придумывать и теории эфира, специальные среды, чего-то. Эйнштейн сделал очень простой шаг. Он сказал, а почему мы должны объяснять, что скорость света ни с чем не складывается. Мы должны это принять, это закон. И давайте из этого закона построим физику. Так появилась специальная теория относительности, так затем с такими же точными соображениями появилась общая теория относительности, которая сегодня составляет фундамент современной физики. Вот такие нетривиальные решения, они всегда приводят к тому, что возникает реально что-то новое. И вот для нас направление инноватик, это есть как раз то направление, где мы пытаемся студентов научить создавать реально что-то новое. То есть инноватик, это какой-то симбиоз всего каких-то наук, да, получается? Это прежде всего глубокое понимание естественных наук. Мы живем в природе, и мы не можем быть отключенными от природы, мы должны использовать законы природы, мы должны учитывать законы природы. Мы живем в обществе, мы не можем быть оторванными от экономических отношений в обществе. Поэтому здесь, конечно же, когда мы говорим о создании чего-то нового, мы должны во-первых адресовать это, для чего это новое нужно, что оно принесет людям, что оно принесет природе, может быть оно нанесет непоправимый вред, что оно принесет индустрии, и что оно принесет экономике, и, может быть, что оно принесет финансовой системе. Дмитрий Альбертович, не могли бы рассказать, что изучают специалисты в области инноватики? Спектр предметов достаточно широк. Значит, я по группам скажу, значит, это есть все современные технологии, о чем я говорил, это нанотехнологии, биотехнологии. Это управление проектами, это менеджмент, это психология проектной деятельности. Вот это, наверное, экономический, конечно же, блок достаточно большой. И с 2020 года в качестве выпускной квалификационной работы, а магистр, как известно, защищает магистрскую диссертацию, мы вводим совместно, кстати, с многими ведущими университетами Российской Федерации, защиту выпускной квалификационной работы в форме стартапа. Это означает следующее, что несколько студентов могут объединиться в проект и сделать реальный стартап, сделать реальную какую-то компанию, ну, стартап, понятно, что это такое, и защитить этот стартап как выпускную квалификационную работу. То есть, некое продвижение в бизнес даже дается. Но здесь я должен сказать следующее, вот, понимаете, почему мы делаем такой акцент на сферу высоких технологий. Мы все-таки делаем акцент не на бизнес, хотя это очень важно, торговлю, услуги. Мы делаем акцент на сферу высоких технологий, потому что здесь подходы совершенно отличные. Чтобы не загружать эфир умными словами, я только скажу очень простую вещь. Задача любого финансового бизнес-проекта, бизнес-проекта, это, конечно же, минимизовать риски, получить больше прибыли. Ну и быть все-таки уникальным каким-то продуктом. Ну, финансовый бизнес сделан так, что все равно цель ставится в получение прибыли при минимуме рисков. В науке новое создать без риска невозможно. И наша задача, наоборот, максимизировать риски для того, чтобы создать новый научно-технологический продукт, который был бы конкурентоспособным. Вот такое отличие. А есть ли бюджетные места и каково их количество? В этом году у нас 8 бюджетных мест. Значит, мы еще предлагаем 7 контрактных мест, места с оплатой обучения. Стоимость контрактных одного года обучения по направлению новатика составляет 155 тысяч 40 рублей. Для тех, кто не является гражданами Российской Федерации, 180 тысяч рублей. Если выпускник выпускается, в реальной практике кто в нем заинтересован, куда ему дальше идти работать, чем заниматься? Про стартап понятно, можно начать что-то свое дело. А в компанию кем? Дело в том, что сегодня многие компании требуют такие проектные группы для решения тех или иных задач. Во многих, даже очень больших компаниях, всегда создаются проектные группы для решения каких-то небольших задач, которые потом сшиваются в одну большую задачу. Здесь наши выпускники тоже востребованы, естественно. Ведь, понимаете, проект это и есть работа 4-5-6 человек, ну может быть около этого, 7-8. И каждый человек в проекте должен выполнять свою роль. И здесь очень важно отметить, что мы при нашей программе проводим тестирование студентов по их ментальной карте, так называемой карте Хермана есть, по тем предпочтениям, по тем способностям, которые обладает данный студент. Не секрет, что каждый из нас имеет свои психологические, ментальные предпочтения. Кто-то любит быть лидером, кто-то любит быть исполнителем, кто-то любит быть творцом, кто-то организатором и так далее, и так далее. И вот в 1970-х годах Херман, он был физиком, пришел работать на конвейер компании Ford, и он понял, что что-то в этом конвейере его не устраивает. И вот он придумал некоторую карту активности мозга, которая рисуется безо всяких медицинских вмешательств, просто ответами на определенные анкеты, что доминирует правое, левое полушарие, что доминирует рациональное мышление, иррациональное, эмоция или наоборот подавленность и так далее. И вот эта карта, она составляется, и вот начиная с тех проектов, о которых я упоминал, мы делали во Франции, сегодня мы также пытаемся формировать проектные группы при обучении на нашем направлении. То есть мы пытаемся студентов объединить так, чтобы два лидера не занимались, например, одной задачей. Потому что, с одной стороны, есть хорошо конкуренция, с другой стороны, они будут мешать друг другу работать. Им нужна, каждому нужна команда. Вот когда между командами конкуренция, хорошо, когда они в одной команде, это уже плохо и так далее. А есть ли в университете направление бакалаврская инноватика или что-то смежное? И что можете сказать выпускникам школ, которые заинтересуются поступлением на это направление? Да, конечно, все эти слова переносятся на уровень бакалавров. Бакалавр есть у нас инноватика и пользуется очень большой популярностью у студентов, извините, у абитуриентов, школьников. В этом году мы набираем 25 человек бюджетных мест и контрактные места. Обычно мы еще одну группу набираем контрактные, потому что студенты с очень большим удовольствием туда идут. Естественно, что обучение идет по тем же самым принципам. Но, естественно, здесь уже стартап, наверное, для студентов создать не удается. Дело в том, что студенты бакалавра, они должны получить фундаментальное образование в области физики и математики, на которые мы в дальнейшем опираемся уже при обучении студентов в магистратуре. Физики, математики, химии, биологии и так далее. Но, тем не менее, какие-то основы в бакалавриате закладываются, и многие студенты у нас выходят уже с такими малыми инновационными, с маленькими инновационными компаниями, проектами, которые находят свое место на рынке. Я вот приведу пример. Года два или три назад одна девушка, выпускница у нас, сделала маленькую-маленькую работу, маленький проект, очень интересный. Она продавала живые открытки, сделала. То есть была разработана технология, как открыточку, можно подарить человеку открыточку, эта открыточка ставится в стаканчик с водой, а в дальнейшем там прорастают семена, и открыточка, получается, живая. Интересно, интересно. То есть, как я понимаю, магистры и новатики – это больше практики, получается? Практически какая-то больше задача там идет? Конечно. Нет, ну, практическая задача, она… Я не люблю разделение чисто на теорию и практику. С моей точки зрения и теория и практика должны всегда идти вместе. Нет теории без практики, нет практики без теории. А летнюю практику, скорее всего, она же есть у инноватиков? Где они проходят, примерно? Они проходят на тех предприятиях, если, значит, не в наших, частично в наших лабораториях, частично в лабораториях наших коллег, ну, в компании ICL проходит практику, проходят практику в IT-парке. Ну, сегодня же понятно, что очень многое связано с цифровыми технологиями, вот, и многие-многие вещи замыкаются на тех компаниях, которые занимаются этими цифровыми технологиями. Угу. И какие проблемы способны решать бакалавры и магистры и новатики? Ну, бакалавры способны решать задачи, которые впереди местаются, по организации проектных групп для того, чтобы начать проводить исследования в области высоких технологий, еще раз повторю, в области цифровых технологий, в области нанотехнологий. Магистры, они способны, значит, вот, может быть так, в принципе, компетенции более-менее одинаковые, но бакалавры, они еще не способны в большей степени, конечно, у нас могут быть очень наталкивательные студенты, ставить задачу, вот, именно инновационную задачу. Потому что, во-первых, не хватает образования, вот, того уровня образования, которого кругозора, может быть, не хватает, но они уже способны какие-то небольшие задачи решать. Что касается магистров, то они должны обладать способностями уже полностью ставить перед собой инновационную задачу, организовывать все и запускать нормальный бизнес-проект в жизнь. Ну, я думаю, на такую ночь мы можем завершать наш инсталайф. И вы смотрели инсталайф с Институтом физики Казанского федерального университета, сегодня мы говорили о магистратуре по направлению инноватика. На вопросы ответил проректор по образовательной деятельности КФУ, доктор физик математических наук, профессор, заведующий кафедрой общей физики, главный научный сотрудник НИЛ квантовые жидкости и квантовые газы Дмитрий Альбертович Таюрский. И с вами была я, Диана Шилова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин